Администрация Новосибирской области и ПАУ Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно улучшить экономический климат в регионе. Это хорошее продолжение партнерства последних лет и отличная перспектива новых инвестиционных проектов. Эксперты выделяют четыре направления – социально-экономическое развитие, решение целевых региональных программ, повышение финансовой грамотности населения и современный банковский сервис в самых отдаленных районах области. Главное становится в основу взаимодействия органов власти, в том числе и нашего субъекта федерации, это взаимодействие по поиску оптимальной схемы поддержки программ развития. Для нас это принципиально важно, что мы все-таки считаем, что выходим на уже более четкое понимание перспектив развития, за счет каких проектов, за счет каких прорывных технологий. Первым заметным шагом соглашения о сотрудничестве станет проект МФЦ «Сбербанк». В его рамках сегодня уже в трех населенных пунктах – в селах Ирбизина, Старые Карачи и Горбунова – открыты общие точки доступа к интернет-сервисам и банковским услугам на базе подразделений многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области. До конца года банк берет на себя обязательство открыть офисы МФЦ «Сбербанк» в 20 населенных пунктах. Это даст новый виток развитию онлайн-банкинга Новосибирской области и повысит финансовую грамотность населения. Если клиент приходит в офис «Сбербанк» и оплачивает коммунальные услуги или делает перевод юридическому лицу, то, как правило, он платит 2,5%. Если он тот же самый платеж делает через банкомат либо через «Сбербанк онлайн», он платит комиссию 1%. О том, как сделать платежи комфортными, не выходя из дома, специалисты рассказали в первом открывшемся мобильном офисе «Сбербанка» в Плотниково. Это реализация сервисной функции государства, когда человек может абсолютно с большой экономией времени, в комфортных условиях получить весь спектр услуг, которые представляют и государственные органы, и муниципальные, и банковские услуги. Для проведения услуг нужна лишь пластиковая карта, которая сейчас есть практически у каждого. Через интернет-портал «Сбербанк онлайн» можно оплатить коммунальные услуги, госпошлины и даже произвести перевод денег или оформить автоматическое списание средств. Молодежь все-таки больше онлайн-услугами пользуется. Ну, бабушки, конечно, им пообщаться в кассе, постоять, сплетничать. А мы все-таки ближе к интернету. Для всех клиентов «Сбербанк» организовывает дни финансовой грамотности. Специалисты рассказывают о возможностях онлайн-услуг, предупреждают, как не стать жертвами мошенников и сохранить свои сбережения в достатке. Специалист поможет разобраться с необходимым набором операций. Тогда мечта о том, чтобы не вставая с дивана платить за все, становится не мечтой, а реальностью. Для области это гарантирует хоть и не глобальный, но все же экономический рост. С начала года доля операций через «Сбербанк онлайн» заметно увеличилась с 2 до 12 процентов. Реализация принципа «Сбербанк всегда рядом» зайти в каждый дом теперь станет шире. Развитие удаленных сервисов поможет на селе эффективно осваивать все альтернативные методы получения качественного обслуживания как банковского, так и в сфере госуслуг. Партнерское соглашение, подписанное губернатором Новосибирской области и руководством Сибирского Сбербанка, направлено на максимальное обеспечение интересов граждан в режиме одного окна в отдаленных селах.